Многолитровые баки на крыше, бутылки с водой на кухне. В таких условиях жильцы гаражных кооперативов под номерами 24 и 27 находятся последние 8 месяцев. Ранее, говорит председатель ГСК Анатолий Воинов, у них был заключен договор с ресурсоснабжающей организацией «Водоканал» не только на поставку воды, но и водоотведение. Платили за канализацию точно по тарифу, но коммерческое предприятие канализование так и не обеспечило. Потом нам предложили договор инвестирования, который заключался в 4 миллиона рублей. Потом сделали техусловия, мы оплатили проект канализирования. Люди начали сдавать деньги на строительство канализации. Как успешно сдали? Да, 2 миллиона уже сдали. Председатель подчеркивает, подключаться к канализации хотят многие. Но вот факт проживания в гаражах не соответствует уставу. Ещё при покупке боксов каждый собственник подписывал заявление, в котором указано необходимость соблюдения установленных правил. Они, в свою очередь, разрешают использование гаражей только для стоянки автомобилей, но никак не в целях проживания. Но люди решили, свет есть, вода тоже, установили газовые баллоны и вселились в боксы. А проживают здесь и мигранты, и семьи с детьми. В некоторых гаражах ещё и ведётся незаконная коммерческая деятельность. Над гаражами имеются двух, трёх, четырёх, пяти, шестиэтажные надстройки, которые произведены, соответственно, незаконно. В них тоже проживают люди. В антисоциальных условиях мы, как администрация города, будем принимать все меры для того, чтобы навести здесь порядок. Привлечены все соответствующие службы. Росприроднадзор, Роспотребнадзор, Минприроды, пожарная инспекция, Усправление муниципального земельного контроля, Управление потребительского рынка, административная инспекция и другие структуры. Представители каждой структуры проведут обследование гаражных кооперативов и определят нарушения. Эта работа только начинается, так что инспекционные рейды будут проходить ежедневно. Татьяна Говоркова, Михаил Дубинин, телекомпания ФКТ.